Мы заколачиваем очередной гвоздь в гроб индустрии боухантинга. Может быть, эта беседа и произошла именно потому, что камера не была включена в тот момент. Выявляется, что 9 из 10 таких вот рандомных закупок оказываются подделками. Особо не париться по этому поводу, и если завтра вдруг они перестанут существовать, ну, невелика беда. Меня зовут Александр Курашов, перед вами очередной выпуск подкаста «1% удачи». В этом эпизоде я поговорю о таких наконечниках, как всем вам известные швакеры. Швакеры — это компания, которая производит бродхеды, охотничьи наконечники, которые известны по всему миру. Мне удалось взять небольшое интервью у представителей компании, когда я был на выставке АТА-2018. Собственно, после моей демагогии мы перейдем непосредственно к этому интервью. Это интервью было взято на английском языке, но по просьбам подписчиков и зрителей, а также слушателей, тех, кто слушает этот подкаст на iTunes, было принято решение сделать перевод и озвучку. Этим занялся мой знакомый и приятель Денис, Денис — начинающий лучник. Спасибо, Денис, за то, что ты мне выручил. Ну и, собственно, надеюсь, вам всем понравится. Это общение, это интервью. Ну и не только непосредственно это интервью с ребятами из Швакера, но и то общение, которое было у нас с ними до того, как я включил камеру. Меня вообще заставило задуматься много о чем. Даже, скорее, вот именно та первая часть нашей беседы, которая, к сожалению, не попала на камеру. У меня тут кот пищит, ходит. Но, может быть, эта беседа и произошла именно потому, что камера не была включена в тот момент. Я не буду досок копаться в причинно-следственных связях здесь. Но, все сводится к тому, я вам сейчас перескажу в двух словах, что там было сказано. Вообще, ну, как бы предварительно, задам вам, не задам, а расскажу небольшую такую предысторию. Вся вот эта выставка АТА-2018, а это самая большая арчери-выставка самых всех крутых новинок, которые будут представлены в этом году, в 2018 году, в нашем случае. Вся эта выставка прошла под эгидой борьбы с пиратством, с подделками. Потому что это действительно серьезная проблема. И это проблема, которой озабочены все без исключения арчери-производители продукции арчери и всего, что связано с этим. Будь то стрельба по мишеням, или 3D, или охота, неважно. Там везде, везде, везде появляется, скажем, годом все больше пиратов и подделок. И это серьезная проблема. Почему это большая проблема? Это, ну, это как бы должно быть очевидно, хотя многие об этом не задумываются. И, честно признаться, я раньше сам никогда не думал на эту тему. Но все, вот прямо упростив, в двух словах обрисую такую ситуацию. Вот есть компания, которая действительно, вот, она беспокоена своим будущим. Она хочет, заинтересована в том, чтобы у нее были клиенты. Заинтересована в том, чтобы производить, как следствие, заинтересована в том, чтобы производить хороший, качественный товар. Чтобы клиенты покупали, рекомендовали своим друзьям. Те тоже покупали. В общем, очевидный такой, да, принцип системы. Есть другие компании, которые особо не парятся по этому поводу. И если завтра вдруг они перестанут существовать, ну, не велика беда, они просто перейдут на какой-то другой вид бизнеса. Так действуют пираты. Они особо не парятся о том, что будет завтра. Не парятся о самой, о здоровье индустрии. Они просто хотят наживы. Минимальными затратами, желательно. Ну и, как бы, частный случай, это вот, собственно, компания Швакер, которые настолько серьезно подошли к этому, что они внутри своей компании открыли такое подразделение, которое занимается исключительно анализом рынка и анализом, выявлением подделок. Вот то, что было сказано до того, как включилась камера, что вы скоро увидите, как раз и было посвящено вот этой проблеме. В частности, вот мне объяснили, как работает это подразделение внутри компании Швакер. Они что делают? Они покупают, просто рандомно заходят на Google, на поисковик, вбивают Швакер Бродхеды, вылазит там 10 рандомных сайтов, в том числе и продавцы на eBay, на Амазоне, еще где-то. И они покупают, ну, скажем, 10 упаковок Бродхедов, своих Бродхедов, понимаете, они покупают в магазинах свои Бродхеды. Потом эти коробки идут в лабораторию, они их несут, они начинают под микроскопом все-таки рассматривать, разбирать, собирать, анализировать, с чего это сделано, как и самое главное, где и кем. И выявляется, выявляется, что 9 из 10 таких вот рандомных закупок оказываются подделками. Да, вот этот тот самый Швакер легендарный. И это в Америке. Представляете, вот так вот сидит американский Боу Хантер, залазит в интернет, хочу купить себе Швакера, потому что он увидел, где-то там что-то ему кто-то посоветовал. Залезать на Google, на первой же странице вылазит, если это нажать там вверху, можно назвать шоппинг, и будет чисто вот именно магазины всевозможные. Прямо буквально на первой странице уже можно увидеть Швакеры, которые идут в оригинальной упаковке. Название Швакер, все как полагается, стоит коробка, скажем, она стоит там, я не знаю, 20 долларов, 25, сколько так. Прямо буквально рядом то же самое. Название Швакер выглядит так же, но в коробке 12 бродхедов, 15 бродхедов. И цена им всего 10 долларов, то есть даже не в два раза ниже, а в несколько раз ниже цена. Я не говорю, что те подделки, но что-то мне подсказывает. Почему? Почему? Потому что, помните, я говорил, что компании, серьезные компании, которые заботятся о своем будущем, они заботятся о клиенте, они заботятся о том, чтобы качество их товара было на уровне. И чтобы товар совершенствовался. Вот это вот ключевое слово, совершенствование товара. Потому что нам всем хочется самого классного бродхеда, который летит лучше всего, самый меткий, самый тихий, надежный, раскрывается. Если это фикс, то он там классно острый, его легко точить, он не тупится. Ну, в общем, нам хочется самого-самого всего-всего классного, классного, классного. Ожидать ли, стоит ли нам ожидать каких-то таких вот прорывов и новинок от пиратов? Я резко сомневаюсь. Как раз вот эти компании, которые кладут в упаковочку три бродхеда и лепят ценник 25 долларов, вот именно они отвечают за то, чтобы у нас в следующем году были классные новинки, классные бродхеды. Чтобы у нас... чтобы мы были уверены в своем оборудовании, в своем оружии, в своем выстреле, ну и уверены в себе, как следствие. Не знаю, как вам, но мне это очень важно. Тем более, если речь идет об охоте, да и в жизни вообще. Так вот, такие компании, как Швакер, у них помимо отдела там продаж, маркетинга, все такого, есть отдел, который анализирует подделки. Про него я только что проговорил с удивительной статистикой. 9 из 10 оказываются подделками. Также у них есть отдел разработки новых бродхедов, новых технологий. И этот отдел, там сидят инженеры, умные дядьки, которые тестируют, создают, опять тестируют, что-то подходит, что-то не подходит, они по-новой создают, придумывают всякие идеи интересные, что-то воплощается в жизнь, что-то не воплощается, что-то из того, что воплотилось в итоге, но в процессе тестирования все равно отбраковывается. На все это нужны деньги, на это нужно время, материалы, оборудование, ну и оплата непосредственно работы с вот этих вот самих дядек инженеров, кто они там не были, ну или женщины, я не знаю, но не важно, не про это разговор. Деньги нужны. Откуда возьмутся деньги? Когда деньги уходят налево, деньги уходят пиратам. Вот этот вот ценник за 3 бродхеда 20 долларов или 25 долларов, там стоимость производства товара действительно самого продукта, она там, ну, низкая. Там потом вложен маркетинг, реклама, там все остальное. И какой-то там, какой-то вот часть, процент от этого вот ценника изначального идет как раз на оплату труда работников вот этого отдела, который занимается разработкой новых технологий, новых бродхедов. Так вот, если мы, охотники, стрелки, лучники, будем сливать эти деньги налево пиратам и думать, а, классно, мы нашли классные там этот, классные бродхеды по низкой цене, класс, мы супер, нам повезло, мы молодцы. Нифига мы не молодцы. Мы заколачиваем очередной гвоздь, ну, извините за такой прям не в бровь, а в глаз, но мы заколачиваем очередной гвоздь в гроб индустрии боухантинга. Потому что индустрия боухантинга, она на самом деле немножечко как бы пошатнулась. Тут, пожалуй, и пиратство это далеко не основная проблема, не поймите меня неправильно. Тут есть больше другая проблема. Вообще вот эта вот вся тема с зоорадикалами, зооэкстремистами, противниками охоты и так далее. Но это будет отдельный эпизод. Я уверен, не один раз эта тема поднимется. Так вот, мы, я считаю, каждый раз покупая наконечник за полную его стоимость у официального магазина, у официального производителя, тем самым мы вносим свою лепту в будущее индустрии арчери, индустрии боухантинга, нашего с вами любимого дела. А когда мы покупаем где-то что-то за дешманство, вообще за копейку, мы только делаем хуже себе в первую очередь. Ну и индустрии в целом. Вот. Ну на этом мое чтение морали заканчивается. Давайте перейдем непосредственно к интервью. Прежде чем я вам включу и покажу это интервью. Ну или те, кто слушает на iTunes, соответственно, включу и вы прослушаете его. Еще раз хочу поблагодарить Дениса за помощь в переводе. Я считаю, что ты справился. Несмотря на то, что ровно как и у меня опыта журналистского нет. Мы это делаем на чистом энтузиазме. Нам это нравится. И с каждым разом мы становимся лучше. Так что поддерживайте нас. Ставьте лайки, репосты. Если вы слушаете это на iTunes, это очень важно. Обязательно сделайте мне огромное одолжение. Там есть пять звездочек. Кликните самую правую звездочку. Можете написать что-то. Можете ничего не писать, как вам хочется. Сколько у вас свободного времени есть. Но это очень важно, чтобы вы оставили свой какой-то отзыв. Хотя бы в виде звездочек. И вот я вам прямо вот говорю, вот там вот есть правая звездочка. Вот на нее нажимайте. Прямо самое оно. Если вы на YouTube, то подписывайтесь. Напишите мне в комментариях чего-нибудь по поводу либо перевода. Либо мысли по поводу этого пиратства. И вообще куда все это идет. В плане индустрии арчери и охоты с луком. Какие у вас мнения на этот счет есть. Или может быть предложения какие-то есть. Все. Давайте перейдем к просмотру этого небольшого отрывка интервью. И спасибо вам большое, что вы с нами. Всего хорошего. Как так получилось, что компания, которая знаменита своими механическими бродхедами, решила заняться производством фиксированных наконечников? Мы проанализировали потребительский рынок и пришли к выводу, что 50% у Баухантеров до сих пор покупают фиксированные наконечники. Они покупают фиксы, а не раскрывашки. Вот мы и решили предложить покупателям свои фиксированные наконечники в этом году. Мы производим их здесь, в США, поэтому их будет очень непросто подделать. Мы назвали их бритвами. Чтобы разделить две линии наших бродхедов, механических и фиксированных, фиксированный наконечник мы назвали швакер-бритвы. Тогда такой вопрос. Они сильно шумят, или Баухантерам вообще стоит заморачиваться по поводу того, насколько громко шумит фиксированный наконечник в полёте? Нет, эти не шумят, а летят они точь-в-точь, как тренировочные наконечники. Мы долго тестировали эти наконечники, и на самом деле с большинством других фиксов вам придётся подстраивать свой лук. Эти три летят как тренировочные. Круто. Я в прошлом году при личной встрече спрашивал вас, но хочу спросить ещё раз, чтобы вы ответили для всех зрителей. Откуда взялось такое название? Швакер. При попадании в цель будет слышен звук швак. Звук, который вы слышите, это вся та мощь, с которой вонзается наконечник в добычу. Когда вы попадаете в цель, эти лезвия раскрываются со звуком швак. Вот так и появилось название швакер. Очень круто. Вот ещё новинка этого года. Гибридный наконечник. Как видите, это тот же швакер, только теперь по бокам добавлено фиксированное лезвие. Здесь размах лезвий составляет дюйма три четверти, и ещё один дюйм здесь. Все лезвия при необходимости можно заменить. Раскрывающееся лезвие вместо линтика держит заклёпка. Сзади расположено металлическое кольцо, которое удерживает фиксированное лезвие. Его нужно снять для установки новых лезвий. Гибриды будут доступны массой как 125 грант, так и 100 грант. Такие вот новинки в этом году. Плюс, конечно, три фиксами. И ещё вопрос. Я слышал, народ жаловался, что входное отверстие слишком маленькое. Что вы думаете по этому поводу? В сложенном состоянии размах лезвий равен одному дюйму. Столько же, как у самого маленького фикса. Верно. И потом, речь идёт только о самом отверстии. Эта шкура немного мышц, что на самом деле важно, это то, что внутри. Это так задумано. Представим, вот шкура и ребра, наконечник проникает. Лезвия раскрываются уже внутри, и незатупившуюся шкуру режут как бритва. Получается, он раскрывается сразу после прохождения сквозь шкуру и ребра. Большинство других раскрывающихся наконечников тупятся и теряют почти всю энергию уже при входе в тело животного. Этот бродхед при попадании теряет меньше энергии и обладает более высокой проникающей способностью. И самое главное, это бритвенно острые лезвия внутри животного, которые не затупились при входе. Всё верно и очень логично. Спасибо огромное. Без проблем.